Друзья, приветствую на канале! Сегодня готовлю традиционный американский торт Каролина. А все особенности рецепта я, как обычно, укажу в рекомендациях. В яйца добавляю сахар и соль. Вымешаю на высоких оборотах миксера, чтобы сахар полностью растворился в яйцах. В яйца добавляю сливовое пюре. У меня это пробитые сливы в блендере. Сливочное масло, которое я предварительно растопил в микроволновой печи. Всю муку, корицу и разрыхлитель. Вымешиваю на низких оборотах миксера под углом 45 градусов, чтобы насыщать тесто кислородом до получения однородного теста. В форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 35 минут. Готовность выпечки проверяется деревянной шпажкой. Для приготовления начинки сотейник с джемом абрикосовым установил на плиту. Вы можете использовать любой джем, любое варенье, которое у вас есть в наличии. В стакан с водой добавляю кукурузный крахмал. Пропорции на картофельный крахмал я укажу в рекомендациях. И просто перемешиваю, чтобы крахмал растворился в воде. Периодически мешайте, потому что если не мешать крахмал в воде, у него есть свойство комковаться. Как только абрикосовый джем закипел, тонкой струйкой вливаю крахмальный раствор и активно перемешиваю до загущения. Уваривать рекомендую на средней мощности, чтобы варенье не прилипло к дну сотейника и не подгорело. Как только абрикосовый джем загустел, это говорит о том, что он готов, можно выключать плиту, снимать с огня и ставить охлаждаться. Сначала прикоп на температуре, а затем убрать в холодильник. Начинка на торт готова. Выпеченный бисквит оставляю на решетке до полного остывания, а затем убираю в холодильник для охлаждения. Для крема в сметану добавляю сахарную пудру и перемешиваю миксером до получения сметанового крема. Охлажденный бисквит разрезал на два бисквитных коржа. Выкладываю первый бисквитный корж пористой стороной вверх. Также при желании можно дополнительно пропитать корж сиропом от варенья. У меня это абрикосовое варенье. Сверху выкладываю абрикосовую начинку и осторожно распределяю абрикосовую начинку по всей площади бисквитного коржа. Сверху выкладываю большую часть сметанового крема и осторожно распределяю крем волшебной палеткой. Если у вас нет в наличии палетки, распределить крем можно шпателем, лопаткой, ножом. Накрываю сверху вторым бисквитным коржом. Сверху устанавливаю доску и немного фиксирую рукой. Пробитую абрикосовым сиропом. Выкладываю старшийся сметанный крем и окончательно распределяю сметанный крем по всей площади торта. В качестве декора обсыпаю торт грецкими орехами, которые предварительно размолол в блендере. Вы можете раздробить их скалкой. Торт дополнительно украсил цельными грецкими орехами по ободку. Сверху рекомендую обсыпать сметанный крем дробленными грецкими орехами. Готовый торт убираю в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 7 часов. Перед подачей рекомендую украсить торт свежими абрикосами. Друзья, торт Каролина получился очень вкусный, с насыщенным вкусом сливы и абрикосы из южноамериканских штатов. Обязательно приготовьте, уверен, вам торт понравится. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях. И увидимся в следующем видео.